Представители вьетнамской диаспоры штурмуют Одесскую прокуратуру. Как бы это ни звучало, друзья. Люди с оружием сломали их квартиры и вынесли ценные вещи. Ну, а кто сопротивлялся, того жестоко избили. Кто влаштувал нещадный рейд против мигрантов? И навещо помечали их недоминки хрестами? Абзац в Одессе. Потасовкой и стрельбой начался обычный день во вьетнамском квартале Одессы. Неизвестные в камуфляже ворвались в квартиры вьетнамцев и начали их обыскивать. А потом еще и выносить все ценные вещи. Тех, кто сопротивлялся, жестоко били дубинками и отпугивали оружием. По информации одесских СМИ, такой экшен устроили правоохранители из Киева. Фискальная служба и генпрокуратура. Якобы искали наркотики и оружие. Правда, по версии самих вьетнамцев, рейд больше походил на разбой. Поэтому жители квартала, недолго думая, перекрыли незваным гостям выезд со двора и начали закидывать машины камнями. В итоге вьетнамцы заблокировали целую улицу. Но задержать спецназ, якобы ограбивший их квартиры, им не удалось. Люди тут же отправились искать помощи у Саакашвили. Михаил Саакашвили, прошу оказать помощь, чтобы мы спокойно жили. Мы хотим любить его отец, но это беспредел. Вместо губернатора к покалеченным вышел его советник. Оказалась областная администрация о рейде ни сном, ни духом. Дивите, охрану усилят, заяву принимают. Я думаю, что в кратчащие строки мой голова попросит главу полиции, чтобы мы понимали четко, кто это был. Был это Киев, был это Одесса, какие-то там воры в законе, я не знаю, кто из этого орудия. Я решила разобраться, кто же инициатор этого агрессивного рейда и куда смотрела полиция. Вредной информации там были, якобы, определенные правоохранительные органы, какие именно мы не знаем. Поэтому ничего утверждать мы не можем. То есть приезжают определенные органы в камуфляже без опознавательных знаков и официальные органы не знают, кто это? Каждый правоохранительный орган может проводить, не уведомляя другие правоохранительные органы. Пока полиция Одесской области до конца не владеет информацией, мы не можем ничего утверждать. Интересненько. Тем временем киевские органы от любых комментариев отказываются. А что об этом думают сами вьетнамцы? Кстати, многие из пострадавших вполне законные граждане Украины с паспортами и пропиской. Например, Хуанг Хай уже 30 лет живет в Украине и такой беспредел видит впервые. Хуанг говорит, люди в камуфляже уже устраивали рейд в январе этого года, но тогда все было намного официальнее. А в этот раз беспредел. Улан вообще в шоке. Люди в черном не показали даже документов. На каком основании, почему это все происходит, они не объясняют. Просто когда начальник потом объяснит, кто начальник, что, никто ничего не знает. И правда, зачем документы, если главный аргумент – сила. Что же на самом деле произошло во вьетнамском квартале? Еду разбираться прямо на место. На первый взгляд следы побоища испарились. Четыре гильза с места происшествия уже изъяла полиция. А о напоре спецслужб говорит лишь сломанный шлагбаум. Но это только снаружи. Вы только посмотрите, что творится внутри. Водопровод. То есть в водопроводе искали деньги? Да. Калонизация. Вот это калонизация. Они думают, что деньги спрятают здесь, и все там ломают здесь. А вот это вот потолок? Потолок тоже труба. То есть тоже искали деньги в этом? Тоже искали деньги. Тоже искали деньги. Вот потолок. Кошмар. Жители говорят, такой беспредел. Люди в Черном устроили сразу в трех домах. А всего от рук налоговиков пострадали около 20-30 квартир. Ого-го. Вот это вот. Настоящие следы обыска. Тут, видимо, еще не успели убраться. Я говорю, ребята, вы что ищите? Они ищут это наркотики, они ищут это оружие, они ищут это взрывчатые вещества. Но вот что странно. Неизвестные в Черном забирали вовсе не наркотики, а айфоны, планшеты, деньги. Элитный алкоголь и золото. Золото мне и вот это, там, это мама, папа. И это там, в Вьетнам. Они мне подарили. Все, что подарили маму и папу, все забрали. Все самые ценные вещи забирали из несгораемых сейфов, которые разбивали кувалдами. Да что там сейфы, фискалы посигнули даже на святое. Вот это место для молитвы, погибших родителей. И по нашему традиции мы выкладываем деньги туда. И накопили деньги туда, и они тоже забрали. Все добро спецназ конфисковал под прикрытием, планомерно уничтожая любую видеосъемку. Люди в масках забирали все из квартир, выламывали камеры наблюдения. И буквально на каждом этаже могли обчистить одну, две, а то и три квартиры. Многие квартиры отмечали вот такими красными крестами. Это значило, что в этой их квартире обязательно есть деньги, и туда обязательно нужно зайти. Но пострадало не только имущество. Это было ногой, да? Ногой, ногой, ногой. Этого мужчину люди в черном не только ударили. Задушить. Задушить. И два-три пистолета. Первый боковой, левый, левый. Два пистолета. Да, два пистолета. Вот прямо сюда. Ужас! Я понимаю организованная проверка государства, но это же беспредел какой-то. Хотя было ли это государство и действительно киевские правоохранители, пока не доказано. В этом вьетнамцы, их консул и одесские органы теперь будут долго разбираться. Обидно только, что компенсировать ущерб вьетнамцам никто так и не собирается. Продолжение следует...